В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На базе Видновской детской поликлиники открылось отделение для приема маломобильных людей. Главный врач нашей Видновской клинической больницы откликнулся на просьбу родителей взрослых детей-колясочников сделать медицинскую помощь доступной. Участники кружка «Танцы без границ» стали финалистами областного танцевального конкурса, который проводится в рамках программы «Активное долголетие». Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с пробками и в Москве, и даже в Видном, иногда быстрее добраться на велосипеде. На базе Видновской детской поликлиники открылось отделение для приема маломобильных людей. Руководство ВРКБ сделало это по просьбам членов общества инвалидов. Пока во взрослой поликлинике проводятся замены лифтов. Насколько комфортно людям с различными нарушениями двигательных функций посещать врачей, узнал Максим Козлов. Сегодня на учете в Видновском отделении общества инвалидов стоит более 400 человек, каждый десятый маломобильный. Взрослая поликлиника хоть открыта, лифты в ней пока не реконструированы, а значит доступ к врачам у инвалидов ограничен. Поэтому на базе детской поликлиники решили открыть отделение, которое смогут посещать маломобильные группы граждан. Здесь у нас есть и лучевая диагностика, здесь можно расположить и специалистов, есть хорошие доступные подъездные пути к самой поликлинике. Все это расположено, как вы видите, на первом этаже, в том отсеке, где принимали до этого терапевты. И теперь здесь будет располагаться кабинет для маломобильных этих пациентов. Действительно, в детской поликлинике все устроено так, чтобы маломобильные граждане нигде не встречали препятствий. Новое отделение будет работать по средам. Сегодня его открыли впервые, а с октября и расписание врачей будет оптимизировано так, чтобы любой пациент мог посетить максимальное количество специалистов. Тай Гайдарович, главный врач нашей Видновской клинической больницы, откликнулся на просьбу родителей взрослых детей-колясочников сделать медицинскую помощь доступной. И предложили очень оперативно, вот здесь открыли такое отделение для маломобильных людей. И они это сделали доступным, быстро, в короткие сроки. И как обещают, что это будет регулярно проводиться, такие приемы, они просто необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. Отделение появилось благодаря активному взаимодействию руководства ВРКБ и местного общества инвалидов. Записаться на прием можно без труда, в том числе и через портал госуслуг. Но скоро будет сделан еще один шаг в сторону того, чтобы максимально упростить для маломобильных граждан получение медицинских услуг. Уже сейчас на нашей больнице есть доктора-терапевта, которые были отправлены на учебу, специальную учебу по палеоативной медицинской помощи. И я думаю, как только они завершат и получат наши сертификаты, уже будем организовывать именно выездную патронажную группу, которая будет и оказывать медицинскую помощь маломобильным на дому. Планируется, что новые лифты во взрослой Видновской поликлинике будут установлены до Нового года. Тогда временное отделение будет закрыто, а маломобильные граждане смогут получать медицинские услуги в обновленном поликлиническом учреждении на Заводской. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Сегодня у нас в студии президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и игрок команды Иван Крештопа. И мы поговорим об итогах чемпионата России. Валерий Георгиевич, Иван, здравствуйте. Валерий Георгиевич, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, как в целом вы оцениваете этот сезон для «Металлурга»? Ну, если вот так, если коротко, то по системе, по пятибалльной системе на 5 с плюсом, если коротко. Ну, а вообще, если так вот немножко вспомнить, как начинали готовиться, как работали, как играли, то это опять длительно, это практически полгода шел чемпионат России. И, естественно, было много, можно сказать, недоразумений в этом отношении. Но, тем не менее, в конечном итоге я всегда сужу по конечному результату. В конечном результате «Металлург», основной «Металлург» выиграл Кубок России в мае месяце. 9 мая был финал Кубка России. Выиграли в финале, опять же, у «Колоса». Стали обладателем Кубка России в 27-й раз. А потом в чемпионате России первый финальный турнир был у нас в городе Ипатова, второй в станице Кирпич, Краснодарского края, и последний, заключительный, в городе Видное. Ну, в Ипатово, к сожалению, мы, к сожалению, споткнулись, проиграли «Колосу». В Кирпилях, в Кирпильской у «Колоса» выиграли 3-2, ну, и «Агрокомплексы» и там, и там выиграли, поэтому. И, собственно, в городе Видном, последний, заключительный турнир, решался вопрос. Вот в этой игре, кто победит, тот становился чемпионом России 21-го года. И что произошло? Прокомментируйте вот эту ситуацию. И вот, к сожалению, за мою, даже трудно говорить, за мою 60-летнюю карьеру в этом виде спорта, вот такого случая не было ни разу. И вообще я не помню, команда «Колос» приехала, все нормально, разместилась, кушала, обедала, выхарала на разминку, размялись, объявили составы команд играющих, коммитатор объявил, они, не заводя мотоциклов, берут и укатывают с поля мотоциклы. В чем дело, им не понравилось назначение судейской коллегии на этот матч. У нас в регламенте написано четко, даже помню, параграф 8, пункт 8.7, где написано, что просьбы команд и организаций по назначению судей не принимаются, не рассматриваются. Есть главный судья соревнований, он Александр Евгеньевич Минаев, он председатель Всероссийской коллегии судей по мотоболу. Он единолично принимает решение о назначении судей. Не было ничего изряда на уходящего, чтобы вот так поступить. Я говорю, ну сейчас уже отголоски пошли, они уже, кстати, уже в местной газете, там, по-моему, «Зори и Патова», они уже извиняются, что они погорячились, что было принято неправильное решение. Но, как говорят, Михаил Сергеевич говорил, маховик запущен, и уже пошло письмо на президента Федерации России Джеуса с объяснением этой ситуации. Были драки, были удаления всякие, но чтобы вот так плюнуть в лицо зрителям, взять и уйти без борьбы, тем более выплату уже 4 члена сборной команды России. Давайте поговорим теперь о тех играх, которые все-таки состоялись. Иван, вопрос к вам. Какая вообще игра была самая сложная, как вы считаете? Ну, с «Зори и Патова» каждая игра сложная, потому что принципиальный соперник для «Металлурга», наверное, за последние лет 5, это основная команда. Уже 10 лет, я считал. Ну да. Уже 10 лет. Даже 10 лет уже. Это команда, которая конкурентоспособная, наверное, самая конкурентоспособная с «Металлургом». Спасибо. И хотелось бы немного поговорить о «Металлург-2». Так, название команды? Это, расскажите немного. И привлекают же, да, в основной состав метаболистов. Ну, вот в «Металлурге» вообще существует 3 возрастных категории. Это юноши с 8 до 17 лет, юниоры до 22 лет и уже взрослая команда. Поэтому в «Металлурге» вот эти все 3 поколения есть. Но наиболее успешные, конечно, и это радует, что есть поколение вот этих ребят с 8 до 17 лет. Они уже, насколько даже трудно сказать, но они, по-моему, уже пятый раз выиграли, стали, это называется, первенство России среди юношей. В этом году они выиграли очень с хорошим таким результатом. Был в Краснодарском крае, проходил в городе Услабе, участвовал в 8 команд. И «Металлург-2» стал чемпионом России в своей возрастной категории. Появились хорошие игроки, можно отметить, конечно, Ковтуна Артема, Гусалева Тимофея, Толкачева Максима. То есть эти ребята, которые уже осталось несколько ступенек, чтобы попасть в основной состав команды «Металлург». Спасибо большое, Валерий Георгиевич и Иван, что пришли сегодня к нам в студию. Мы желаем вам только новых побед. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и игрок команды «Иван Квиштопа». Уже два года видном на улице Гаевского открыто общежитие для мигрантов. Здесь проживают рабочие, которые трудятся на достройке жилья за одним из обанкротившихся застройщиков. Местные жители недовольны таким соседством. О пути решения этой проблемы наш следующий материал. Порядка двух лет на улице Гаевского функционирует общежитие, где по разным подсчетам обитает около 600 мигрантов из ближнего зарубежья. Они работают на достройке проблемного жилого комплекса обанкротившегося застройщика. На встрече с депутатами Ленинского городского округа местные жители рассказали о соседстве, которое доставляет им сейчас немало неудобств. Они прямо так реально выбрасывают мусор с пакетом из окна. И там просто лежит вот так вот, все крысы бегают. Сторожилы жалуются на мусор и грязь. Посиделки на детских и спортивных площадках. На встрече администратор общежития показала правила проживания. В документе более 30 пунктов. У меня как раз есть очень много обращений от жителей по вопросу о том, что распивают спиртные напитки как раз вот здесь под окнами. Представители хостела идут на контакт с жителями и всячески пытаются найти решение проблемы. Главный же вопрос – само нахождение общежития для мигрантов в сердце города. Место общежития в исторической части города, наверное, не должно быть. Наверное, его нужно перенести. Единственный выход из этой ситуации – организация на месте, где работают строители временного городка для их проживания. Представители администрации Ленинского городского округа уже встречались с застройщиком и ждут его ответ до конца этой недели. Галина Житкова, Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Участники кружка «Танцы без границ» совсем недавно прошли финал областного танцевального конкурса, который проводится в рамках программы «Активное долголетие». Старшее поколение соревновалось в зажигательной категории рок-н-ролл. Трудно поверить, что этим танцорам хорошо за 60. Зажигательные рок-н-ролл они исполняют не хуже молодых. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кружок под названием «Танцы без границ» постепенно набирает популярность среди участников программы «Активное долголетие». Сейчас его посещают порядка 15 человек. Чтобы не лежать на диване и не дохнуть за телевизором, поэтому решил сюда. Здоровья так чуть-чуть набираться. А так в молодости, ну и в детстве тоже танцевал. И рок-н-ролл, и твист у нас был. Ну а сейчас здесь все. И твист, и рок-н-ролл, и даже русские народные. На танцевальных уроках разучивают вальс, ча-ча-ча, русские народные, даже восточные танцы. Каждое занятие начинается с небольшой разминки, затем переходят к изучению базовых элементов и связок. Раз, два, три, четыре. Танцоров-любители часто приглашают выступать на различных мероприятиях и праздниках, которые проходят в округе. Старшее поколение принимает активное участие в конкурсах и фестивалях. Два года назад, вот до пандемии, мы ездили в Сергею Пасад на конкурс для пожилых людей. Сейчас вот тоже участвовали в конкурсе в Орехово-Зуево и вот прошли в финал нас. Пригласили, вышли мы в финал, вот теперь дальше будет соревнование. Там номинация хореография в разных видах. Современный, эстрадный танец, народный танец. Мы вот подавались в эстрадном танце современном с рок-н-роллом. Отправляли видеоматериал. Преподаватель Анна Рахвальская отмечает, что работать с людьми серебряного возраста особенно интересно. Ведь им важен не только спортивный результат, а сам процесс. Сначала были русские народные. Сейчас уже активизировались так, что уже современные, более подвижные просят. Поэтому в этом году мы с рок-н-роллом больше двигаемся, больше прыгаем, хлопаем. Поэтому все в таком ритме. Многие участники кружка, танцевали в юности, продолжают заниматься и сейчас. Как Людмила Лозинская, которая передала свое увлечение детям и внукам. Танцевала я с молодости. Танцевала я в большом, хорошем коллективе на Урале. В Доме культуры. После меня танцевали мои дети. Потом уже внуки. И закончили академию танца. Поэтому сейчас у меня уже правнуки. Которые тоже танцуют. Сейчас представители старшего поколения активно готовятся к финалу областного конкурса «Танцуем для души», который состоится 28 сентября. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Ежегодно 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля. Впервые это событие отметили в Швейцарии. И девизом стала фраза «Город как пространство для людей, для жизни». Сегодня эта тема как никогда актуальна. Поэтому многие осознанные жители отдают предпочтение велосипедам. Каково это отказаться от комфортабельного авто в пользу другого транспорта? Узнала Юлия Погасен. Современному человеку тяжело представить свою жизнь без автомобиля. Этот вид транспорта занял серьезную позицию. Но вместе с комфортом он приносит немало бед. Одни только выхлопные газы, чего стоят для окружающей среды. Но есть в году такой один день, когда мировое сообщество призывает людей отказаться от автомобиля в пользу пеших прогулок или велосипеда. Впервые такой день отметили в Швейцарии почти полвека назад. Акция была направлена на сохранение экологии и призыву обратить внимание населения на то, сколько людей гибнет в автокатастрофах. С годами день без автомобиля стал носить немного другое направление. Сегодня это больше экономия времени. Ведь преодолеть один и тот же маршрут на велосипеде можно гораздо быстрее, чем на машине. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с пробками и в Москве, и даже в Видном, иногда быстрее добраться на велосипеде. Велосипед в жизни Анны Локтевой был с самого детства, но как способ развлечения. Переехав в Видное, девушка почувствовала необходимость перейти на двухколесный транспорт, дабы не стоять в пробках. К тому же это отличный способ держать себя в форме. Стоит попробовать один раз и преодолеть этот дискомфорт и зону некомфорта, которую ты получаешь, когда садишься на велосипед. Да, тебе нужно приехать на работу, тебе нужен либо душ, либо хотя бы какая-то уборная, где ты переоденешься, приведешь себя в порядок. Но это же возможно, это же реально. Зависит, конечно, еще на сколько далеко работа. Заядлые велосипедисты рекомендуют адекватно относиться к маршруту и расстояниям. Не кидаться в крайности. Если путь не ближний, все же воспользоваться личным авто или общественным транспортом. Но в случае, когда пункт назначения рядом, вполне можно пересесть на двухколесного друга. Главное иметь на работе сменную одежду и обувь. Недостаток есть у велосипедистов. Вот это незнание правил дорожного движения. Может быть, кто-то ездит, не имея прав автомобильных, и не понимает логику, как вообще это работает на дороге. Далеко не все носят шлем и, тем более, какую-то еще защиту. И иногда, даже когда я еду за рулем автомобиля, я удивляюсь вообще, что ты делаешь, друг велосипедист. Так нельзя. Но ситуация потихоньку исправляется. Велосипедистов становится все больше, многие из них к движению относятся серьезно. Да и автомобилисты начинают привыкать к их наличию на дорогах. В этом деле важную роль играет взаимное уважение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно ЭТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова